Не буду повторять. Добрый день еще раз. Коллеги, просто вначале хотелось бы понять, у нас аудитория только представителей, руководителей, управляющих компаний, индустриальных парков и корпораций развития? Или есть еще региональные органы власти, региональные инвесторы? Нет, да? Индустриальные парки. Коллеги, на самом деле, необходимость этого разговора давно наслела. И, Денис, благодарен тебе за то, что вот это коллективное мнение нам транслируют постоянно, даешь обратную связь. Еще работая в регионе, я 6 лет работал в Министром промышленности, энергетики и связи с Тавропольского края, участвовал в создании индустриальных парков, индустриальных парков. С Тавино, в индустриальном месте, хорошее дело делали и продолжаем делать, с учетом мер поддержки инфраструктурга, 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 и это очень хороший пример, когда все это работает вместе. И монокристалл, технопарк, иная инфраструктура, ну, вроде все получается. То есть, эти меры поддержки, которые есть у двух лет, и то, как создаются институты развития, значит, инфраструктура промышленно, примерно понимают. Что касается нашего сближения, мы это начали делать, вы видите уже, до поручения президента, причем фактически, указавшись в одном здании, двумя министерствами, куда еще ближе. Дальше уже у нас появилось поручение президента, а можно в следующем? А нету кликера, чтобы самому писать, а я говорю, давай сам. Немножко об истории-то, до поручения президента, пойдем. Мы помним все, что исторически у нас, для некоторых первых, наверное, абсолютно точно был первый, начал создавать повышенную инфраструктуру, в бюджетной партии, еще с 2007 года, за программой крестьянской первой хозяйств. И вас добавили в это поручение, провести вот такую работу под пунктом 1, 2, 3, значит, по закреплению за файор координации в целом по данной, по промышленной инфраструктуре, это предстоит принять это решение, соответственно, правительству, президенту. Следующая это разработка инструментария статучета, то есть, по сути, у меня-то своя статистика, мы поддерживаем индустриальный парк и технопарк, у нас своя статистика, мы договорились с Минэком о том, что мы идем точно в одну статистику, это будет государственная информационная система индустриальных парков и технопарков, мы одновременно будем вместе администраторами этой системы, Минэк мы ему ключи даем, у нас будут ключи, и, соответственно, будем все субъекти призывать, потому что вы все включались в эту работу, для того, чтобы понять, а сколько вообще в стране у нас индустриальных парков, технопарков, какие они, какие меры поддержки получают, ну, то есть, в целом, понять эту опросу. Хорошо, что у нас, господин Журавский, из Пазника, нам периодически подкидывают эти сведения, но когда-то будет общедоступно, ты зашел в один клик и у тебя на карте, вся инфраструктура, которая, не важно, где получила поддержку, мне кажется, это будет благо для всей страны. То есть, единость от учет и, соответственно, регламентирование законодательства, чтобы не было разночтений, не было вопросов, а нужно в реестр, не нужно, при получении той или иной меры поддержки, или куда идти, куда и не идти, какая мера поддержки сложная, какая легче, значит, Минпром, Минэк, фонд Пона Городов или еще кто-то, соответственно, третье поручение по унификации терминологий и требований к промышленной инфраструктуре. Что касается нашей работы, мы понимаем, что в этой работе основные Министерства экономики Российской Федерации, Минпром, Торг, значит, сразу сделали на сегодняшний день проект Дорожный Карт, который в ближайшее время от Харли, доложил нашим министрам, соответственно, и план совместных действий подразумевает, что мы с собой интегрируем все наши меры поддержки на предмет унификации, то есть мы, первое, доработаем наши реестры, те, которые существуют, второе, значит, интегрируем во все меры поддержки обязательность нахождения, то есть обязательность соответствия требованиям федеральным, которые будут едины для всей страны, и неважно, какую меру поддержки получают, 11-19, или 3-16, это восстановление. У нас будет межренностная комиссия, которая будет заниматься тем, что будет оценивать эффективность, соответственно, тех или иных мер поддержки по промоинфраструктуре, значит, совершенствовать законодательство, обязательно туда приглашать, туда точно войдут и профильные ассоциации индустриальных парков, ассоциация дружественных технопарков. Второй этап, это, соответственно, разработка типовых инфарк. Есть идея у нас, мы ее обсуждаем с Минэком, думаем, как это сделать, для того, чтобы, грубо говоря, сертифицированный парк не подавал лишних документов, если он уже сертифицировался и представил поезды этого госэкспортиза, зачем это еще раз отдавать Минэк, да, или Минпромторг напрямую заходит там на конкурс и участвует уже без подачи документов, они выкружаются там автоматически, там, через обмен базами данных, значит, и формирование единого стат-инструментария, это то, о чем я ранее сказал, по квартальной разбитке. Еще одно направление, по которому важно интегрироваться, и министры, Денис Валентинович у нас старый новый министр, а Министерство экономического развития новый министр, новый Максим, да, новый Максим, поэтому уверен, что приемственность сохранится, потому что у министров была договоренность о том, что мы делаем единую программу обучающих семинаров стажиров и стажировок, для того, чтобы никого не путать, вот так же, там, Оценко, Суканов, Терина, значит, Ашланова, вместе на всех мероприятиях рассказываем об одном и том же, одними словами, без путаницы, да, чтобы не было узурпированности, скажем так, значит, мер поддержки инфраструктуры, мне кажется, это рынок, вы всех ждете. У нас в течение 20-го года мы проводим обязательно 8 выездных стажировок федеральной округа, это стажировки традиционной метроуторга с институтами развития, мы договорились, что в них будет участвовать представитель Министерства экономики, как раз с целью, значит, синхронизации наших всех мер господдержки. Планы этих стажировок в ближайшее время покажем, с февраля, начиная, первая стажировка будет для Северо-Кавказского федерального округа в Архизе, в Карачае-Черкесской республике, 27-28 февраля, поэтому желающих, соответственно, туда приглашаем, и в одном из субъектов, в остальных семьях руководных, в округах федеральных также будут все стажировки проведены, плюс совместные выступления, круглые столы на всех наших основных площадках, это и сейчас.